Подмосковный фермер. Узнаваемый торговый объект в зелёной расцветке. Именно так выглядят большей части свои магазины, открытые по программе «Подмосковный фермер». Здесь продаются продукции, выращенные на полях и фермах Московской области. Первый в Щулкове фермерский магазин открылся по программе губернатора Андрея Воробьёва «Подмосковный фермер». Площадку под нестационарный торговый объект на улице Неделина определила районная администрация. Разрешение на строительство предпринимателю предоставлено по результатам открытого аукциона, разыгранного между такими же сельхозпроизводителями. В этом и отличие программы. Продают в магазине мясной продукции полуфабрикаты, произведённые в Подмосковье. Ферма в деревне Мишнево на 240 голов выпускает молоко, творог, сливки, сметану. Продукт хороший и свежий, каждый день получаем. Сама вчера пробовала очень вкусное молоко, очень понравилось. Так что советуем. Похоже на фермерское. Да, 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 конечно. Даже я могу вам показать, она фермерская и со сливком. Она, вот, уже видно сливки. Цена разливного молока в фермерском магазинчике – 55 рублей за литр. 400 грамм йогурта с клубничной начинкой стоит 57 рублей. Спрос высокий. Даже в полдень рабочего дня сюда постоянно заходят покупатели. Очень хороший магазин. А что вы сегодня купили? Ну вот, купили йогурт и котлетки. Уже пробовали? Да, котлетки замечательные здесь готовят. Действительно, как домашние. Удачное место, как раз рядом с домом, очень удобно. Коротко о самом павильоне. Его площадь 24 квадратных метра. Торговое пространство отвечает современным стандартам комфорта. Помещение отапливается, скоропортящийся продукт сохранится в холодильниках, вход в магазин оборудован пандусом. Возможность контролировать продажи через собственную торговую сеть – это мощная мотивация для сельхозпроизводителя и возможность для фермерских хозяйств получить прямой доступ на розничный рынок. Воспользоваться преференциями могут как индивидуальные предприниматели, так и граждане – владельцы личных подсобных хозяйств. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щёлково.